Славящее и Святаго Духа, Христос Воскресенье! Бористос Воскресенье! Вот и совершилось великое чудо, чудо Воскресенье. Но апостол Фома на тот момент не был вместе со всеми апостолами и не увидел воскресшего Христа. Но так как он был достаточно искренний человек, он сказал, что если не увижу на руках ясно от гвоздей и не увижу, не вложу перстам в его в ребра пропаденную, не поведу. И тогда явился Христос и сказал, Фома, подай свою руку. «Не прикоснись к язвам ныне, и не будешь неверен, но будешь верующим». Тогда Фома воскликнул Господь мой и Бог мой. Это было свидетельством того, что Воскресший Христос не был видением и не был духом только. Господь воскрес во плоти, и во плоти явился ученикам Своим. Именно во плоти, преображенной, в воскресшей плоти. И он предстал пред всеми учениками. И это уже не дает повода раскольникам и сектантам говорить, что это дух. Потому что в другом месте Господь говорит, дух, плоти и кости мимо, «Як, за меня не любите имущие». И вот Господь является Фоме, и все меняется в его жизни. Но это свидетельство нужно было нам с вами, чтобы мы убедились в том, что Господь воскресно ударовала нам всем жизнь и воскресенье. Мы все вместе со Христом зашли на колгофу. Мы видели его тяжкие страдания, неизмеримо тяжкие страдания. Мы видели злобу и ненависть, демоническую. Мы видели равнодушие и злорадство людей, толпы и ростов, которые так были облагодетельствованы Богом. Которые так много видели чудес, так много видели любви Его. И не смотря ни на что, вас желали Его смерти. Безумие охватило. Вот как важно, как важно, чтобы наш разум всегда был в Боге. Чтобы наша совесть была в Боге. Чтобы мы не поддались искушению. Нас враг искушает на каждом шагу. Каждый раз внушая нам злые полосы. Если мы после воскресения ничего не изменили в своей жизни. Если мы продолжаем держать на кого-то обиду или кого-то осуждать. То для нас не воскрес Христос. И мы не воскреснемся Христом. И мы не увидим воскресшего Христа. Господь не для того понес такие страшные страдания. Такую жесточайшую смерть. Когда вся злоба дьявольская восстала против Него. И злила. Когда мы читаем Евангелие. Когда читаем свидетельства. В современной медицине. Исследованные. То действительно ужасаются. Такие же дикие страдания. Страшные страдания принес Христос. И Он знал на что идет. Он шел ради любви. Ради спасения. Да. Он обличал жестоких людей. Он обличал их жестокие сердца. Для чего? Для того, чтобы спасти их. Для того, чтобы избавить их от гордыни. От тщеславия. От злочестия. Для того, чтобы их исправить. Потому что Он любил людей. И любит. Но люди не услышали много Его. Но сказано, что тем, кто услышал Его. И изменил свою жизнь. И не стал зловствовать. И не стал мстить за мученичество Христа. Тем Господь дарит Царствие Божие. Поэтому подумаем мы о себе. Загрянем себе в душу. И если в нашей душе зреет этот червяк гордыни, самолюбие, завистье, обиды, злобы, ненависти. То мы не в Богу. Мы так и не познали воскресение Христова. Мы так и остались вне храма. Если даже и стоим не вне храма. Вот это самое главное. Знак самый главный. Воскресение Христово. Когда в нас воссиял свет Христового воскресения. Воссиял свет любви Христовой. Когда мы ради Христа готовы любить каждого. Готовы стать для Него самым близким. Готовы стать для Него рабом. Любить Его всей душой и всем сердцем. Вот тогда в нашем сердце есть Христос. Вот тогда действительно нас коснулось воскресение. Радость воскресения. Святая Пасха. А если и эта Пасха пройдет стороной. И в нашей душе останется то же самое. То вряд ли нам стоит надеяться на то, что мы увидимся со Христом. Безусловно. Нет на земле человека и же поживет и не согрешит. У каждого есть грехи. И каждый кается в них. Но если человек ничего не изменил по отношению к своему ближнему. Потому что вспомните, что основную христианскую мысль вложил нам Господь. Возлюби основные заповеди. Возлюби Бога всем сердцем и ближнего. Как самого себя. Если мы согрешаем против ближнего. И продолжаем злобиться на Него. Нет в нас Христа. Нет в нас сердца воскресения Его. Пасха прошла. Мы встретили эту великую радость. Великое ликование. Пасха продолжается. И есть время еще исправить жизнь нашу. Покаяться. Избавиться от влияния дьявольского. От влияния коварных, полных, лукавых. И так же представить, как хамар, который через неделю пристал и начал сомневаться. А Господь ему сказал. «Дашь руку свою и вложи перст свой в язвы мои. И не буди не верить, но верить». Уже каждый из нас услышит этот глаз. Потому что этот глаз должен отозваться в сердце каждого из нас. Чтобы мы поняли, как для нас важно верить и жить в поверии. Аминь. И в сердце души этого почтения нашего стыд. Господи, помилуй. Господи, вседержитель Божий, отец наших, молимся, услыши. Господи, вседержитель Божий, отец наших, молимся, 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 молимся.